Всем огромный привет, ребят! И сегодня... Сегодня, на самом деле, у нас 1 декабря, и я немножко не успела отснять фавориты вовремя. Я думаю, что в этом ничего страшного нет. Давайте подведем итоги вот этих вот прошедших месяцев. Я расскажу вам о том, что мне понравилось в использовании, что я для себя отметила и нашла новое за эту осень. Проанализировав сегодня все продукты, все какие-то новые средства, которыми я пользовалась, я поняла, что я во многих аспектах жизни все свела к минимуму. То есть, например, если это уход за лицом, то это не 10-30 флаконов, которыми я пользуюсь в зависимости от дня, времени суток и состояния моей кожи. Я пришла к оптимальному набору тех средств, которые для меня работают на данный момент, и пока что вот не хочу их менять. Хотя в скором времени я пойду к косметологу. Я об этом говорила, кстати, в видео про уход за кожей. Кто его не видел, обязательно посмотрите. Я думаю, что она мне, скорее всего, уже назначит абсолютно новые средства, которые не имеют ничего общего с теми, которые я вам сегодня покажу. Но я все-таки хочу рассказать вам о том, чем я пользовалась всю осень и что повлияло на мою кожу в лучшую сторону. Это действительно большое значение для меня имеет, и я буду рада поделиться с вами классными вещами. Давайте, собственно, начнем с уходовых средств, и я расскажу вам о том, о чем вы спрашивали меня уже очень много раз в директ, мне писали девчонки, и на канале меня тоже спрашивали. Это система New Face. Я ее отношу в фавориты осени, потому что я купила это на свое день рождения. И хочу сказать, что здесь не все так однозначно. То есть я не могу вам сказать, что вам это нужно, и на вас это будет хорошо работать. Я думаю, по моему личному наблюдению и тому непродолжительному опыту, который у меня случился с этими продуктами, это работает хорошо для тех людей, кто, например, склонен к отекам, у кого есть действительно проблемы с отеками. И также мне показалось, что у меня стал ровнее цвет лица. То есть микротоки как-то улучшили то ли циркуляцию крови, то ли чего-то еще, обменные процессы, короче говоря, они стали лучше работать внутри кожи. Не знаю. Но на данный момент у меня цвет лица, он выровнялся, хотя я всегда страдала красными пятнами, неровностями на лице и так далее. И, конечно, потихонечку я вижу, что мои отеки становятся все меньше. И самое главное, наверное, это то, что эти продукты, они вообще работают на долгосрочную перспективу. То есть это как тренажер для вашего лица, который будет тренировать мышцы. И в долгосрочной перспективе это классно должно сказываться на здоровье и на внешнем виде. Поэтому, ребят, я лично для себя это отношу в фавориты, но это очень дорогие средства, очень дорогие продукты, которые я не могу вот так вот рекомендовать и говорить, что вам это нужно. Потому что кто-то, например, я смотрела очень много роликов тех блогеров, которые мне, например, нравятся, и они в пух и прах разносили New Face, говоря, что это не работает, это не рабочая система. Я как бы к таким вещам отношусь 50 на 50. Я люблю все на себе протестировать и понять, нужно мне это или нет. Поэтому просто так я не могу рекомендовать, но для меня это фаворит, потому что у меня также стал контур лица вырисовываться, о чем я даже не могла мечтать. Я особенно в старых видео вообще не могла даже в полоборота повернуться перед камерой, я очень стеснялась. У меня вот эта часть, она была такой прям очень заплывшей. Не знаю, с чем это связано, New Face это или просто диета, на которой я сижу, да, грубо говоря. Но, по крайней мере, в комплексе эти средства я очень надеюсь, что работают. Давайте переходить дальше. Дальше я хочу показать вам два средства SayHerb, которыми я пользуюсь уже несколько месяцев. У меня, правда, недавно был перерыв на месяц от них, потому что я проходила систему пилингов. SayHerb я покупала пилинг, кстати, вот он, я забыла его из ванной взять, он тоже очень крутой. Почитайте про него, если вам будет интересно, он классный. Я его делала 4-5 раз подряд, и вот постепенно кожа обновлялась на протяжении 4-5 недель. Это было очень круто. Так вот, эти средства, которые я вам сегодня покажу, это бренд Derma E, и это средства с пептидами и коллагеном. Когда я давно, еще года-два назад пришла со своим диким акне-косметологу, она всегда делала мой уклон на то, что, Катя, вот, несмотря на все процедуры, которые мы делаем, ты должна потреблять достаточное количество белка, чтобы у кожи был строительный материал, чтобы она становилась плотнее, чтобы она была крепче. Я даже не знаю, как это описать, но я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И, в общем-то, пептиды – это те же белки, которые выстраивают нужные процессы в нашей коже и которые ее строят. Ребята, я не биолог, не косметолог, я просто какие-то свои наблюдения и какой-то житейский опыт вам передаю. Обязательно попотребнее почитайте обо всем в интернете, я не претендую ни на какую истину, просто говорю вам о своих наблюдениях. В общем-то, вот эта смесь пептиды и коллагены, она очень классно расслабляет лицо. Я так и не поняла, работает ли это на мышцы или на что-то еще. Ребята, возможно, я несу полный пред. Вот напишите, пептиды – это белки или я все-таки что-то путаю. Но, по крайней мере, коллаген – это, грубо говоря, тот же самый белок. И да, ребят, я прервалась по поводу косметолога, когда она мне говорила про вот эти все строительные вещи. Она настаивала на том, чтобы я сначала наладила свое питание и потребляла достаточное количество белка. Именно тогда все средства, которые вы используете, они станут работать по-другому, потому что у вас уже будет какая-то база в организме, благодаря которой все эти средства будут работать правильно и с достаточно явным, видимым эффектом. Во-первых, обратите внимание на количество белка потребляемого и жиров, кислот, вот таких важных вещей. Короче говоря, когда я использую вот эти средства с пептидами, у меня очень расслабляется лицо. Я даже чувствую небольшое, а не менее. Вроде как у вас расслабляются мышцы, и таким образом у вас входят морщины, потому что кожа в полностью спокойном состоянии, она расслабляется. Конечно, это не заморозка какая-то ледяная, но по прошествии недели-полторы, вот где-то так, я прям чувствую немножко другие ощущения в коже и другие ощущения в лице. И я, честно говоря, не ожидала, потому что, когда я покупала эту линейку, я покупала ее так. Так, все, типа, надо попробовать с пептидой поиспользовать, надо попробовать, что это такое. И вроде как у меня есть проблемы, которые я хочу решить с кожей, и вроде как это должно помочь. И что вы думаете? У меня крем, для меня это вообще редкость, когда у меня в таком состоянии крем. Когда он почти, что, закончился. И вот это вот средство, которое я абсолютно не жалела, несколько месяцев использовала, вот где у него, вот здесь вот оно. Говоря, они достаточно экономичные, несмотря на то, что я прям вот мазала и шею, и лицо очень обильным толстым слоем. То есть не чуть-чуть наносила средство, а почему-то вот я их прям обильно наносила на зону шеи, декольте. Я помню, что меня мои подписчицы отправляли на видео Ксении Вебер, она, по-моему, косметолог. И я, честно говоря, так и не посмотрела эти ролики, но, в общем, вот эту линейку рекомендовало очень огромное количество косметологов, дерматологов. И приятно, что это достаточно бюджетные средства по сравнению с их, например, там, не знаю, аналогами, конкурентами. Я, честно говоря, в шоке, что они вообще мне подошли, потому что очень много средств раздражения вызывают на моей коже, аллергию и разные другие проблемы. Здесь у меня вообще проблем не было, хотя пептиды это уже более серьезное средство, нежели просто увлажняющий крем. И, несмотря на это, никаких негативных явлений на моей коже вообще не появилось. Поэтому, девчонки, у кого какие-то первые возрастные, возможно, изменения происходят, либо неровный тон кожи, цвет, в общем, почитайте все об этих средствах побольше, и, возможно, вы что-то закажете. Всегда говорю о том, что у меня есть промокод на скидку на iHerb, тоже его оставлю внизу. Всегда забываю, как он называется, CAT2682, что-то вроде того. Следующее, что я хочу вам показать, это сыворотки от La Roche-Posay, которые мне, вот основную часть мне прислал бренд, и часть я покупала самостоятельно. Честно сказать, вот эти вот средства вообще, в принципе, для меня были огромным открытием. Почему? У меня есть такая проблема, что, например, в повседневной жизни я редко наношу ежедневный уход с утра, то есть дневной уход, потому что у меня все очень плохо впитывается в кожу, либо это сразу жирная пленка. И плюс ко всему этому я очень боялась использовать вот это вот средство с витамином С, потому что все средства с витамином С, которые у меня были, вызывали на коже сыпь. Это не была аллергия на витамин С, но это была очень странная реакция кожи, причем я использовала и продолжительное количество времени эти средства, и краткосрочное, неважно. Всегда у меня были проблемы, и я до последнего не пробовала вот эту сыворотку, и очень зря, потому что это первая сыворотка с витамином С, которая мне вообще подошла. Сейчас с утра я ее использую вместо жирных кремов, вместо чего-то такого, хотя я знаю, что нужен какой-нибудь легкий крем, но, к сожалению, на данном этапе у меня пока что нет идеально подобранного крема, который бы я могла использовать, например, вместе с этой сывороткой. Поэтому я наношу ее отдельно, просто наношу в ладошки, растираю, и вот такими вот промакивающими движениями наношу на кожу. Она вот так вот моментально впитывается, не остается никаких следов, выравнивает тон кожи, что для меня раньше было диссонансом, потому что, когда я наносила их, у меня просто кожа становилась жутко розовой, красной и так далее, и так далее. Тогда как эта сыворотка, наоборот, выравнивает как-то тон, и все очень, знаете, более-менее спокойно. Короче, я уже использовала приличное количество этой сыворотки в своем уходе, и могу вам ее порекомендовать смело, потому что точно знаю, ну, опять же, здесь все очень индивидуально, но, по крайней мере, на моей сложной коже она очень классно сработала. Вторые сыворотки, и у меня, на самом деле, этих флаконов гораздо больше, они у меня по всей квартире стоят. Это сыворотка гиалу-Б5, гиалуроновая кислота. Я люблю ее использовать, когда я остаюсь дома. То есть, например, вот эту сыворотку я наношу, если мне нужно куда-то идти, и если я наношу сверху макияж, эту сыворотку я наношу, когда у меня нет каких-то серьезных дел, потому что она немножко у меня поплескивает. Все-таки это увлажняющая сыворотка, и на жирной коже немножко может оставаться какой-то блеск. По крайней мере, это у меня так работает, и я люблю ее нанести прям вот пообильней, чтобы кожа действительно напиталась, увлажнилась, и тогда, мне кажется, это гораздо лучше работает. Короче говоря, я просто чередую эти сыворотки. В одно утро, например, я использую витамин С, в одно утро я использую гиалу-Б5, и они все очень классно работают. Это то, что я уже неоднократно покупаю самостоятельно, и вот прям любовь-любовь. Следующая сыворотка, которая тоже была абсолютным открытием, половинка ее уже отсутствует, это моя первая сыворотка с ретинолом. Я так поняла, что это новые сыворотки от Ля Рож, которые они выпустили. И, собственно, по-моему, вот именно этой сыворотке была посвящена вот эта рассылка для блогеров. Но она меня вообще поразила. Когда у меня был перерыв от этих средств на месяц, я пользовалась только одной вот этой сывороткой. Ее можно использовать как полностью самостоятельный продукт, о чем сам производитель заявляет на сайте, и я говорила с консультантами. То есть вы можете использовать ее отдельно, не прибегая к каким-то другим дополнительным средствам. Меня это подкупило, потому что я в видео, кстати, по уходу за кожей, про мои ошибки, вот здесь я где-нибудь оставлю ссылку, обязательно его посмотрите. Я говорила там о том, что чем меньше средств я использую, тем лучше для моей кожи, для моих волос. И это факт, который стоит признать. То есть вот такой вот пирог из средств на вашем лице, он ни к чему, скорее всего, к хорошему не приведет. А когда у вас одно-два рабочих средств нанесены на кожу, и они классно работают в тандеме, тогда мы видим классный результат. И в общем-то, вот эта сыворотка с ретинолом, она направлена на выведение, например, пятен постакне, на первые возрастные изменения, на устранение морщинок. Там еще очень много, на самом деле, всего хорошего и полезного, что она делает. Я оставлю вам и ссылки, и описание. Если вас это заинтересует, обязательно посмотрите на счет этой сыворотки. Я в своем инстаграме делала недавно распаковку, рассказывала вам про эти сыворотки, про разные средства, и подписчицы мне написали, что дерматологи прописывают вот эти сыворотки девчонкам, и они им очень сильно помогают. Поэтому также подписывайтесь на мой инстаграм, я там даю всякую, ну, по крайней мере, стараюсь сейчас в последнее время давать больше полезной информации. Давайте я покажу вам просто книгу, которую я решила подарить также себе на день рождения, потому что книга с детства для меня является лучшим подарком. Вообще, в этом году я мечтала о новой сумочке в Сен-Лора, но некоторые обстоятельства выше нас, на сумочку я пока не заработала, но зато, зато у меня есть вот такое потрясающее издание, и в Сен-Лоран Кэт Волк, это целая серия книг, посвященная дизайнерам, посвященная модным домам с показами тех или иных временных лет. Поэтому, если вы тоже, не знаю, фанат какого-нибудь модного дома, например, Диор, Шанель, у них тоже есть вот такие фирменные книги, точнее, в этой серии есть книги этих модных домов, это, на самом деле, огромное значение для меня имеет, это очень личная история, и в Сен-Лоран вообще для меня это что-то особенное, я, возможно, сниму на эту тему видео, всегда вам говорю о том, что что-то сниму, и никогда не успеваю. Вот, ребят, честно, не потому что я ленюсь, не потому что что-то там я не хочу, а столько дел, почему-то вот такой вот вихрь с каждым годом, всего-всего, и ты вот реально в этой воронке просто тебя засасывает. И я вот сейчас сижу, снимаю и думаю, как же я рада снимать новый ролик, потому что для меня это какая-то отдушина, это какой-то процесс. Конечно, я большего хотела бы, и больше в съемках, возможностях и так далее, но для меня все, что связано с творчеством, проявлением себя, какой-то свободы, это то, благодаря чему вообще, наверное, я живу. Если бы этого не было, мне было бы либо очень-очень-очень-очень-очень плохо, либо я даже не могу представить, и не хочу это представлять. Ладно, давайте переходить дальше. Ароматы, ароматы, к которым я вернулась этой осенью, что странно, в последний месяц я использовала вот эти два аромата. Первый аромат это Life 001 Woman. Это аромат, которым я обычно пользовалась весной или летом. И удивительно, что этой осенью сейчас он как-то стал по-новому для меня раскрываться. Я помню, когда я уволилась как раз с работы, начала активно вести канал, начала снимать ролики, я вот как раз купила эти духи, это было для меня особым значением, это была точка отсчета чего-то нового, чего-то интересного, классного. И сейчас, когда я им пользуюсь для меня, открывается какая-то новая волна вдохновения, какие-то осознания, что-то такое, ну опять же, личная история, возможно, но сам аромат мне очень нравится. Он похож на какой-то древесный, природный, что-то такое ненавязчивое, что-то ни на что не похожее. Я очень люблю такие ароматы. Те, кто меня смотрят давно, с тех самых пор, наверное, знают, как сильно я люблю натуральные, необычные ароматы. И это вот один из таких. Причем сразу я его не поняла. Я помню, что я присматривалась к нему около месяца, ходила в магазин, золотое яблоко, тестировала, и потом только я им прониклась, и все, в какой-то момент вот так вот сразу пошла и купила. Поэтому я тоже могу отнести его фавориты прошедшей осени, и вслед за ним покажу тоже один из тех ароматов, который у меня, на самом деле, в одной такой категории, вот этих вот природных, древесных. Это аромат джемалун, и, наверное, они даже с этим ароматом от Laif немножко похожи. Кстати, я немного говорю в нос, мне кажется, я немножко простыла. Сейчас у нас морозы наступили, и выпал снег, и он тоже очень классно раскрывается в мороз. Несмотря на то, что, говорю, у меня была ассоциация вот этих ароматов раньше именно с летом и весной, то есть вот весенний период такой, а сейчас мне захотелось этой свежести вот прямо сейчас. И причем этот аромат как раз мне джемалун в прошлом году, прошлой зимой отсылали. То есть, может, он не такой уж и летний, весенний. Короче, очень классный аромат, обязательно послушайте эти ароматы, если вдруг где-то будете. Следующее, чем мы поговорим, о декоративной косметике. И я сейчас вам обо всем расскажу, и очень хочу начать именно с Армани. Армани мне начали отправлять продукты на тестирование где-то месяца 2-3 назад. За это время я протестировала достаточно много продуктов, и вот эти продукты я очень сильно хочу выделить и показать вам. Давайте, во-первых, начнем с тона, вот с тональных средств. И первое, конечно же, это тон от Армани, который называется Luminous Silk. И, как я уже сказала, они прислали мне его пару месяцев назад, но только сейчас до меня доперло, как его нужно наносить, на какую кожу его нужно наносить, и когда лучше его не наносить совсем. Когда я делала пилинги, по-моему, это было как раз месяц назад, у меня очень сильно шелушилась кожа, все очень слезало. Это естественный процесс, потому что вы делаете пилинг, кожа обновляется. И я в это время стала тестировать этот тон. И, конечно же, я была огорчена, потому что он очень сильно подчеркивал шелушение. Вот знаете, как никакой тональный крем у меня их не подчеркивал. Но я как-то не придала этому значения, подумала, ладно, еще потестирую, потестирую. Потом пару раз опять обожглась на том, что он очень сильно подчеркнул шелушение. И вот сейчас, когда прошло уже время, когда кожа пришла в себя, я начала им пользоваться и начала наносить его такой пушистой, мягкой кисточкой. То есть не спонжем, как я обычно это делала, а именно кистью. И сейчас он мне очень нравится, он дает тонкое покрытие, при этом пигментированное, и при этом перекрывающее. Вот сегодня он на мне. Для меня это тоже небольшой подвиг, потому что обычно я вот такой слой штукатурки наносила, я очень стеснялась своей кожи. Сейчас тоже немножко стесняюсь, но это для меня уже большой шаг, что я не наношу тяжелые средства на кожу. Поверьте, для человека с проблемной кожей, который прятался с детства за всеми стенами и дверьми, которые только могут быть на его пути, это большой-большой шаг. Следующий продукт, который мне сразу понравился, это плотный консилер. И консилер у меня тоже в оттенке 3, они идеально подходят друг к другу, и мне нравится нанесение консилера как кисточкой, так и пальчиками. Это очень классная текстура, плотная, при этом тонкая, и его не видно на вашей коже, то есть он настолько распределяется, что все, он просто растворяется, сливается с ней в одно целое. Это очень классная находка, вот это прям шикарное средство, я, честно говоря, не ожидала. Консилер будет таким классным. Следующий продукт, это жидкая помада, но она не матовая, она больше кремовая. У меня оттенок 101, это классный персиковый оттенок, который ближе к нюдовому, ну это практически нюдовый цвет, и который вы можете нанести как плотнее, так и нанести пару капелек, и вот так пальчиком растушевать. Я сейчас очень часто пользуюсь этой помадой каждый день, и самое главное, что она делает, она не сушит губы, потому что сейчас у меня, вот у меня первый год, когда у меня так сушат губы, что они будто бы вовнутрь, прям, вы знаете, вот выгибаются, не наружу, а вовнутрь. Это ужасно, вообще, я не знаю, с холодами это связано, с питанием, с отоплением, но у меня в жизни так не сохли губы. Сейчас, кстати, я пользуюсь вот этим вот бальзамом от Биодерми, у меня он уже почти кончается, но мне его не хватает, то есть мне нужно еще что-то. Пожалуйста, напишите классное средство для губ, потому что я перепробовала очень много чего уже. Мне нужна прям такая спасательная помощь для губ. Короче говоря, классная помада, обязательно потестируйте, я не ожидала вот такого качества, и продукты Armani для меня сейчас это одни из самых лучших средств, которые я пробовала. Это действительно так, это очень радует, и я очень рада, что моя косметичка пополняется вот такими классными продуктами. Девчонки, следующее, что я хочу вам показать, это то, что просто must have моей осени, и я уверена, этой зимы. И это самая комфортная красная помада, которая у меня когда-либо была. Мне кажется, что этот оттенок подойдет большинству, потому что он не теплый. Это очень благородный красный красивый цвет, который не рыжит, который красиво ложится на губы, и который я наносила благодаря острому носику, даже без карандаша. Я вставлю вам здесь видео из инстаграма и фотографию с отеля, именно с этой помадой. Там, конечно, не очень понятно, но это я просто к тому, что я очень часто ей пользуюсь, и в повседневной жизни я стала ей пользоваться. Боже мой! Это удивительно, потому что редко встречаются продукты, которыми прямо хочется пользоваться изо дня в день. В этом видео, может быть, не так много фаворитов, это не 100 тысяч каких-то продуктов, но это те продукты, которыми хочется пользоваться. Пусть их будет мало, пусть это будет одна-две помады, но это будут крутые помады. Она так ложится на губы, она так наносится, я не могу вам передать, насколько это комфортный продукт. Вот сейчас глупо мне советовать, идите в магазин и тестируйте, потому что в мире сейчас полный беспредел, и ни в коем случае нельзя пользоваться пробниками в магазинах, и все такое, это антисанитария. Но если вы вдруг будете заказывать что-то на сайте, попробуйте взять какие-нибудь пробники у Армани, или, ну, что-нибудь в этом роде. Следующий карандаш, о котором я тоже вам уже проружала уши, я уже вам про него рассказывала, это карандаш от Nars в оттенке номер, сейчас скажу в каком. Оттенок называется Mambo, это что-то между коричнево-красноватым оттенком, но это тот универсальный цвет, который подойдет на любые глаза. Я вставлю вам здесь фотографии, сторис, я вам делала уже много свочей, показывала в разных макияжах, как он смотрится, и это что-то очень красивое. Я увидела этот карандаш у визажиста, который использует его практически в каждом своем макияже, и это действительно крутая вещь. К нему нужно приспособиться, то есть он быстро сохнет, вы его наносите на глазки, вам нужно быстро растушевать, и все, он зафиксировался. На самом деле это классная вещь, потому что вам не нужно его ловить при растушевке по всему лицу, он не плывет, он не разлетается, он именно фиксируется. И что очень важно, это не черный, это не чисто коричневый, то есть это что-то между, что делает взгляд очень выразительным и красивым, поэтому я тоже могу вам его порекомендовать, это прям для меня такая супер находка. Следующее, что я хочу показать, это продукты от Pet Magra, и они прям меня очень сильно покорили, очень сильно впечатлили, и короче говоря, это просто классные вещи. Во-первых, это карандаш для губ в оттенке Buff, и он отличается от простых карандашей, наверное, тем, что он очень-очень стойкий, то есть вы его нанесли, растушевали моментально, потому что он тоже фиксируется очень быстро, как и вот этот карандаш для глаз, но у вас он целый день на губах, и это смотрится красиво, это смотрится естественно, и он дает прям вот натуральный, красивый такой благородный цвет. Я не знаю, я короче очень люблю такие карандаши, была безумно рада, что он у меня появился, вот я его уже несколько раз точила, и мне его прям жалко, знаете, стало, потому что удовольствие это не дешево, и хочется растянуть его на подольше. И следующее, что я еще заказала на сайте, кстати, скоро у нас будет распаковка новой косметики, я вам покажу там всякие интересные средства, которые у меня появились, но одно из них я покажу вам также сегодня, это блеск для губ от Pet Magra в оттенке Fox Real, это очень красивый блеск, который сегодня на мне, я его правда использовала сегодня с другим карандашом, с карандашом от Mag в оттенке Subculture, нейтральный карандашик, я просто придала форму губам, и нанесла вот этот вот прекрасный блеск для губ. Это первый блеск для губ, от которого я чувствую увлажнение, то есть когда он мне приехал, я помню, я нанесла его моментально, просто сразу по всему лицу, практически, и через час, через два я заметила, что губы увлажнились, то есть обычно у меня от блесков даже бывала ситуация наоборот, что губы сушились, а здесь они увлажняются, для меня это было приятное дополнение, потому что я, конечно, не рассчитывала на увлажнение, но это тоже мой фаворит, и на самом деле просто здесь открытие в том, что я перешла с темных матирующих помад, которые на камере почему-то еще темнее становятся, чем в жизни, пришла к таким светлым нюдовым оттенкам, которые я на самом деле очень люблю, и рада именно формулу поменять, то есть не матирующая жесткая прям помада, а вот такой вот легкий красивый блеск, который подчеркивает какие-то естественные оттенки, и делает губы объемнее, и они выглядят увлажненней и ухоженней, если можно так сказать. Следующий фаворит, о котором я рассказывала неоднократно, но, ребят, возвращаюсь к этой туши уже какой год, уже сколько времени подряд, уже сколько месяцев подряд, это тушь от Benefit, которая называется Roller Lash, и как я говорю, это тушь для тех, кому не идут ресницы. Она делает реснички аккуратными, естественными, пушистенькими, но это все делается настолько деликатно, что у вас нет ощущения паучьих глаз, каких-то там паучьих лапок, каких-то склеенных ресниц. Это тушь, которая делает ваши ресницы немного длиннее, более черные, но они не становятся какими-то неаккуратными и непонятными. Она отлично разделяет, и благодаря силиконовой щеточке, которая здесь есть, и благодаря этому изгибу, вы можете их немножечко, ну, как бы подкрутить. Я в это подкручивание не очень верю, но, по крайней мере, разделяет она классно, и с ней мои реснички выглядят не перегруженными, и взгляд не кажется уставшим, и каким-то не таким. Следующее, к чему я также вернулась, и что я вам показывала уже неоднократно, это пудра Лора Мерсиэ, которая меня спасает как в реальной жизни, так и на съемках. На съемках ее можно нанести плотным слоем, кстати, сегодня я не наносила плотный слой, поэтому могу немножко поблескивать, но в целом ее можно нанести так, что она зафиксирует ваш макияж, ваше лицо не будет блестеть, и оно будет выглядеть при этом живым. И также я использую на каждый день, как и сегодня. Я просто припудрилась пушистой кисточкой, и таким образом закрепила макияж. Универсальный оттенок, кстати, я здесь делала сравнение в инстаграм, что это пудра вроде как люксового сегмента, но она по цене, если поделить, например, стоимость на граммы, выходит даже дешевле, чем пудра от какого-нибудь бренда NYX или Bourjois. Короче говоря, почитайте вот эти stories. Я здесь делала небольшое сравнение специально для вас. Градо было вернуться к этой пудре, потому что на контрасте всех остальных продуктов, которые я использовала, она очень сильно выделяется, и вообще не хочется ничего после нее брать в руки. И последний тандемчик, который я сегодня покажу в этом ролике, это бронзер от Chanel. Вот такой вот красивый кремовый вместе вот с такой кистью от Bobby Brown. Вообще, я когда купила этот бронзер, я вам тоже про него все уши уже прожужжала. Он мне очень сильно нравится. Я пользуюсь им каждый день. Он сегодня также на мне. Можно нанести как более в легком варианте, так и потяжелее. При этом он классно растушевывается, он классно смешивается с текстурами, он не выглядит полосками, и он не выглядит рыжими пятнами, которые вы себе наставили на лицо. К нему я покупала тогда вот эту кисточку от Bobby Brown, которую я планировала использовать исключительно для бронзера. Она для меня раскрылась совсем иначе, то есть я ее использую и для бронзера, и для нанесения тона, и для нанесения пудры, и иногда, если я беру с собой, даже наношу румяна с помощью именно этой кисточки. Короче говоря, это одна кисть, у которой очень много свойств и функций, и, честно говоря, не ожидала, что это окажется таким классным для меня продуктом. Ну что, ребят, давайте, наверное, на этом закончим. Я просто хочу подвести итоги того, что осень уже вот какая-то, знаете, для меня немножко хмурая в этом году, немножко как-то все устали. И люди, кто вокруг меня, с кем я общаюсь, у всех какая-то небольшая апатия. Вот даже я сейчас сижу на съемке, я не грустна, у меня все хорошо, просто я чувствую, вот как у организма не хватает ресурса, не хватает солнца, банально, не хватает витаминов, не хватает каких-то вкусных, хороших продуктов. Вот чувствую истощение со стороны физического, то есть характера не со стороны там моральной, а именно физически. Я чувствую, что мне не хватает сил. Короче говоря, ребят, делитесь своими советами, как вы выживаете в эти хмурые деньки. Зима, осень, это, конечно, боль для многих, кто живет в России, да и не только в России, просто это такой период, который нужно пережить. Все эти погодные условия, и все это, конечно, очень влияет, особенно на тех людей, кто очень зависим от погоды. И я, честно говоря, никогда не думала, что я так сильно зависима, но в этом году я прям вообще как по выключателю, как только солнце есть, я такая вся активная, все хорошо, солнце выключается как по выключателю, и я такая вот так вот просто сижу, и ничего не могу нормально делать. Обязательно делитесь своими советами о том, как вы выживаете в это непростое для всех время. Очень буду рада почитать ваш совет. Возможно, ваши советы помогут тем, кто будет пробегать мимо и тоже заглянет в комментарии. Ну что, ребят, я буду на этом заканчивать. Пишите о ваших фаворитах внизу, что вам понравилось из этого видео больше всего, что вас заинтересовало. Мне будет тоже это очень интересно узнать, потому что, говорю, все продукты, которые я сегодня показала, они прям крутые. Это очень приятно. Если вас что-то заинтересует, и вы захотите что-то попробовать, все ссылки также будут в описании. Я вас всех очень сильно люблю, обнимаю, желаю вам, чтобы ваша улыбочка не сходила с лица, чтобы осень и зима на вас так сильно не влияли, как, например, сейчас на меня они влияют, и чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Я вас всех очень сильно люблю, обнимаю, и увидимся очень скоро в новых роликах. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok